Александр Македонский – это известный греческий полководец и завоеватель. В 330 году до н.э. он разгромил войско персидского царя Дария III и направился походом дальше на восток. В это время народы Средней Азии входили в состав Ахименицкой империи. После разгрома Ахименицкой империи эти территории стали свободными, но Александр Македонский также решил присоединить их к своим землям. После разгрома Дария III Александр со своим войском направляется в погоню за царем. Однако один из полководцев Дария III, бес, убил его и преподнес тело Александру Македонскому. Возможно, он надеялся этим смягчить завоевателя, но Александр, наоборот, пришел в ярость. Он заявил, что не собирался убивать Дария III и бросился в погоню за бесом. Бес, двигаясь на восток, направляется на территорию Средней Азии и пересекает реку Амударию, которую в тот период называли Окс. Таким образом, в 329 году до н.э. Александр со своим войском показался у берегов реки Окс. Оказавшись у берегов реки, Александр столкнулся с тем, что ему сложно было переправиться. Река была широкой, полноводной, воды быстро текли, и Александр задержался около трех дней на этой переправе, потеряв при этом много войск и коней. Наконец, он одолел реку и вступил в древнюю страну Сокт. По пути к Сокту, в принципе, в первое время его никто не оказывал сопротивление, так как люди еще не знали, с кем они столкнулись. Но на территории Уструшаны местные жители оказали ему сильное сопротивление, и Александр истребил всех жителей. Дальше Александр двигается по направлению к Мараканде, это современный город Самарканд. Придя туда, Александр обнаруживает пустой город. Жители бросили его и ушли. И там находился связанный бес. Видимо, эти местные жители надеялись смягчить Александра. Александр оставляет гарнизон в городе Мараканде и отправляется дальше. Он направляется к Сырдарье. Сырдарью в то время называли Яксарт. На реке Сырдарье, по преданию, находился город, основанный еще легендарным завоевателем Киром II, Курушкат или Кирополь. И Александр хочет захватить и этот город тоже. Когда Александр доходит до Сырдарьи и захватывает территории, расположенной там, он основывает там город, названный Александрией Эсхата, Александрия Крайняя. В этот момент он узнает, что его гарнизон в Мараканде был перебит. Александр собирает войско и отправляет против восставших. Но войско попадает на берегу Зерошана в засаду, и все было истреблено. Тогда Александр собирается и вместе со своим войском сам идет к Мараканде. Когда он доходит до города, он опять не обнаруживает повстанцев. Они собираются и уходят в пустыню. Руководил повстанцами один из вождей сагдейских племен Спитамен. В это время наступает зима, холодно, и Александр решает не преследовать восставших, а уходит на зимовку в Бактрию. Зимой 329-328 года Александр зимует в Бактрии, в ее столице Зориаспе. Весной 328 года Александр вновь пересекает Окс и вторгается в Сагдиану. Здесь он ищет Спитамена, который так дерзко разрушил его гарнизон в прошлом году. Но всю весну и все лето между ними не происходят битвы. Спитамен умело уходит от погони, от Александра. Александр тем временем захватывает все новые и новые поселения и истребляет местных жителей. Осенью 328 года между Александром и Спитаменом происходит решающее сражение. Раунд 1. Файт! Спитамен проигрывает и бежит в пустыню. Но недолго ему пришлось бегать от Александра, потому что его схватили свои же, предательски схватили, убили и отрубленную голову доставили Александру. Существует даже легенда, что отрубленную голову на подносе принесла сама жена Спитамена, потому что ей надоело уже бегать по пустыне и местные вожди решили сдаться Александру Македонскому. Однако не все сдались. Зимой 327 года Александру пришлось захватить две крупнейшие горные крепости – Скалуха-Риена и Аксиарта. Захватив эти территории, Александр наконец-то захватил всех самых крупных вождей на территории Сагдианы и Бактрии. Там Александр увидел дочку Аксиарта – прекрасную Роксану. Александр, увидев ее, влюбился и предлагает заключить мир. Александр Македонский женится на Роксане, и таким образом мир между вождями Сагдийских племен и крупными военачальниками Сагдианы и Бактрии и Александром Македонским был заключен. После этого также 10 тысяч воинов Александра Македонского женились на местных девушек. Были пышные свадьбы, празднества, и Александр Македонский уже был спокоен, что местное население не будет поднимать против него восстание. В 327 году Александр Македонский уходит с территории Средней Азии и является на завоевание Индии. Завоевание Средней Азии явилось для местных жителей, конечно, большим ударом. Было истреблено очень много жителей – примерно 120 тысяч человек. Однако не все территории современного Узбекистана вошли в состав империи Александра Македонского. Были завоеваны только древние Бактрии и Сагдиана, а Хорезом, Ташкентская область и Ферганская долина остались независимы. На этом все. Спасибо за внимание.